Намаскар! В сегодняшнем видеоуроке я хочу поговорить с вами о типичных ошибках, которые возникают достаточно часто у начинающих практику асан. И причем эти ошибки, они, ну по крайней мере я замечаю их даже на группах, даже при постоянной голосовой инструкции, при своем внимании к занимающимся. И скорее всего они также есть у тех, кто практикует самостоятельно. И все бы ничего, ошибки это нормально и это даже хорошо, потому что через ошибки приходит опыт, мы научаемся делать правильно, мы находим эти ошибки, понимаем как их можно исправить, как нужно делать корректно. Но иногда именно эти маленькие незначительные промахи, они могут привести к травме, они могут привести к плачевным грустным последствиям. И после неправильно выполненных асан начинает болеть спина, начинают болеть колени, шея, в общем страдают особенно уязвимые участки нашего тела. И даже если все хорошо, да, даже если вы приступили к практике асана, нормально себя чувствуя, йога, как ни странно, может усугубить плохое самочувствие, усилить его или оно появится, именно потому что вы допустили ошибки, даже не отследив их наличие. Поэтому в этой серии видео, а я думаю, что таких уроков я запишу несколько и мы разберем самые базовые вещи, эти занятия, они будут больше полезны самым начинающим практикам, но все-таки опытные тоже, посмотрите, бывает, что и опытные практики упускают из виду какие-то моменты и тоже делают эти ошибки. В этих видео мы поговорим как раз об этих базовых, фундаментальных вещах. И начнем с самого простого. Я себе записала список из 9 пунктов, сегодня мы разберем эти 9 пунктов. Если вам понравится видео на данную тему, вы обязательно напишите об этом в комментарии, поставьте лайки. В общем, если я увижу активность к этому уроку, я запишу продолжение к нему и разберу уже другие асаны и другие ошибки в иных позах. Но сегодня начнем с дыхания. Итак, когда мы делаем практику асан, чаще всего, я говорю о типичных ситуациях, чаще всего, но в 90% случаев мы дышим носом. Мы не делаем дыхание вдох носом, выдох ртом. Есть масса традиций разных школ, разных техник, и там свои правила. Я не говорю сейчас о пранаямах, я не говорю сейчас о пранавьяямах, я говорю именно о практике асан, о времени, проведенном на коврике, на тренировке, да, выполняя именно упражнения. Выполнять асаны нужно, выполняя асаны, нужно дышать носом, не ртом и не задерживая дыхание. И еще лучше, если вы делаете практику асан, соединяясь с дыханием уджая, то есть делаете такой микс пранаяма уджая и асаны. Что такое дыхание уджая? В общем-то, я уже об этом снимала видеоурок, подробный урок с теорией, долгий, на 40 минут у меня есть, и я оставлю на него ссылку в этом видео, вы его можете посмотреть, изучить подробно, но сейчас коротко опять об этом поговорим. Итак, дыхание уджая – это тоже дыхание носа, рот мы не открываем, но в то же время мы дышим, пропуская воздух и на вдохе, на выдохе через голосовую щель. Это пространство между корнем языка и верхним небом, как его обнаружить. Сглотните, и во время сглотывания поймайте напряжение вот как раз вот в этом месте, голосовая щель, откуда звук, откуда голос, когда мы говорим. И сохраняя это напряжение, обнаружив у себя эту зону, да, это место, мы пробуем дышать, прогоняя воздух именно через вот это пространство между корнем языка и между верхним небом. Таким образом образуется такой шипящий, слегка свистящий звук. И вы можете заметить, что по сравнению с обычным беззвучным дыханием, такое дыхание становится медленнее и как будто бы глубже. И в то же время нам не нужно напрягаться. Наоборот, мы можем дышать, сохраняя полное спокойствие. Вот давайте для сравнения просто медленное дыхание носом. И теперь дыхание ладжая с теми же самыми усилиями. Ну очевидно, да, что длительность дыхательного цикла увеличилась. Причем, ну раза в полтора, в два примерно. Объем, движение легких, да, то есть легкие мы используем в большем объеме, практикуя ладжая. И отсюда простой вывод. Когда мы дышим, задействуя легкие в большей степени, задействуя больше ресурсов своей дыхательной системы, мы лучше насыщаем свой организм кислородом. И наша артериальная кровь, она захватывает этот кислород из легких, несет его по всем органам, да. То есть вот качает сначала из легких в сердце, потом из сердца по артериальным сосудам, по артериям каждому органу через капилляры в межклеточное пространство. Не будем сейчас глубоко нырять в анатомию, в физиологию. Просто примите этот факт как данность, что практикуя дыхание ладжая, даже просто сидя на коврике, просто в позе сидя, мы лучше питаем свой организм кислородом. Мы его омолаживаем, питаем, насыщаем. А если мы еще при этом работаем с асанами, делаем физические упражнения, эти процессы усиливаются. И такая связка, такой микс как пранаяма, уджай и практика асан упражнений, она усиливает эффект одного от другого не в два, а в 20 раз. То есть идет такая синергия. Поэтому я очень настоятельно советую вам найти время, запастись некоторым терпением и освоить эту технику. Когда ваша уджай будет уже настолько отстроенным, что вы сможете дышать автоматически шипящим звуком, не думая о том, что надо дышать, это будет уже на автомате, произвольно. И вы будете только думать о своих асанах, о своем теле, а уджай будет течь само по себе, вы будете получать больше, гораздо больше пользы от вашей практики йоги, практики асан в частности. В целом все полезно, хорошо делать упражнения, даже дышать просто носом. Но в миксису джай эффект усиливается. И это важный момент, я на этом моменте заостряю ваше внимание. На обычных тренировках, когда мы, например, делаем комплексную практику, я об этом тоже говорю, но говорю очень мало и коротко. Предполагаю, что вы уже понимаете, о чем речь и делаете это. Видите, сколько теоретического материала, сколько много слов нужно сказать, чтобы донести ценность. Ну, в общем, поэтому я и решила записать вот такой урок и подробно рассказать, донести информацию для всех и для начинающих особенностей. Едем дальше. Следующая типичная ошибка, которую тоже часто допускают новички и порой скатываются продолжающие, это планка. Планка, Артхатханура Чатуранга и Чатуранга Дандасана. Начнем с простого, да, условно, простого планка. Нас приучили, особенно если вы ходили в тренажерный зал, и тренер из фитнес-клуба говорил вам, держи планку минуту. Нас приучили к тому, что планка – это просто упор на четыре точки, ладони, стопы. Но это не просто упор, это силовая поза, которая должна включать все тело. И это не только про пресс, это про спину в первую очередь, про здоровье спины, про функциональность мышц спины. Поэтому очень важно, прямо если у вас есть возможность делать упражнение у зеркала, посмотреть на себя и заметить свои ошибки, если они есть. Очень важно не провисать ни в плечах, ни особенно в пояснице. Если вы поддержите планку таким образом, провалившись в плечах и в пояснице, даже удерживая вес на четырех точках, ваша спина заболит. И вы, если есть проблема со спиной, ее еще сильнее усугубите. Вы ее не вылечите, вы ее усугубите. Поэтому мы стараемся в йоге держать, ну как минимум, горизонт. Прямую планку расправляя плечи, полкая поясницу вверх и подкручивая таз. А если вы хотите идти еще дальше и работать в перспективе со стойками на руках, на предплечьях, то мы делаем силовую планку, горбатую планку. Прочувствовать это можно в кошке, стоя на четвереньках. Вот мы проварились в плечах, вот мы прогнулись в пояснице. Посмотрите на себя в зеркало, если оно рядом с вами. И вы заметите, провал в плечах пройдет в пояснице. Подкручиваем таз на себя, сглаживаем поясницу, толкаем ладонями пол, раздвигаем лопатки в стороны. Можно оставлять просто в нейтральное положение спины лопатки и делать планку такую. Это тоже нормально. И это тоже правильно. А можно усиливать эффект, толкая ладонями сильнее и сильнее, раздвигая лопатки, но следите, чтобы таз не был выше плечевых суставов, не был выше спины. То есть вот это не планка. И вот это не планка. Вот планка или подкручиваем таз на себя, он даже ниже, чем ваши лопатки. И это планка. Плечи мы выводим над ладонями. Пальцы рук не должны быть пустыми. Мы упираемся не только на пятку ладони, не только на эту часть руки, но и каждый пальчик мы спечатываем в пол. Цепляемся пальцами за пол, давим и ладони на пальцы. Этот момент тоже важен, потому что если мы просто завалились на ладонь, а пальцы там где-то сами по себе пусты, мы нагружаем, чрезмерно нагружаем лучезапястный сустав. И запястья могут заболеть. Руки слабые, мы не привыкли на них стоять, непривычки у новичков. Ну, появляются эти жалобы. Болят запястья, все болит, йога не работает. А йога работает, просто вы работаете некорректно. Поэтому, пожалуйста, не допускайте эти моменты. В планке мы не выбесим ни в плечах, ни в пояснице. Мы держим горизонт, либо силовой вариант. И активно работаем пальцами рук. Пальцами рук, а не только распределяемость тела на сами ладони. То же самое, собственно, и в четуранге. Если пока сил недостаточно, и сгибая руки в локтях, вы не можете прижимать их к бокам, утягивая плечи вперед, то смело опускайте колени на пол. И точно так же подкручиваем таз, плечи тянем вперед, локти соло направляем. Слово соло направляем означает, что мы направляем в одну точку. Назад, к корпусу, локти, к бокам. Хоть даже там не будет 90 градусов, пусть угол в локте будет условным, вот как я сейчас сделаю, но это будет не вот так. То есть это не четуранга, это совсем непонятно что. И постепенно, когда силы накопятся, мы можем усиливать угол, делать 90 градусов, поднимать колени от пола. И обратите внимание, что и поясница сглажена, и спина прямая, лопатки, и шея продолжает в позвоночнике. То есть наша задача, линию от затылка до креста оставлять прямой, вытянутой. Тогда эти позы будут работать для вас. Ничего не говорю, позы действительно сложные, они силовые, они требуют много-много физического ресурса. Поэтому, где можно, мы облегчаем. Четурангус колен запросто. Не хватает этого, можно даже лоб на пол опустить, но только не висим в плечах, и не ложимся животом на пол. Едем дальше. Следующая форма, которая также дается для новичков, это наша классика, наша база. Урт-хвамук-хешванасана. Собака головой, бордой, лицом, как хотите, вверх. Это прогиб. И в этом прогибе, поскольку это прогиб, тут тоже очень внимательно нужно следить за своим состоянием, за самочувствием. Не, мы очень бережем нашу лезвимую поясницу. Многие люди допускают, и я, кстати, тоже в новичках, когда ходила, делала то же самое. Допускают следующие ошибки. Делаю собаку мордой вверх вот так. Обратите внимание, сколько здесь ошибок. Во-первых, стопы, пятки развалились в стороны. Во-вторых, я зависла на своих ногах, мои колени на полу, бедра на полу. Совершенно никакой работы в руках. Я просто повесилась на своих руках, провалила шею в плечах. И опять же зависла на пояснице, и опять же ее здесь накружала. Давайте исправлять все эти ошибки. Во-первых, стопы активно толкают пол пятки вверх. Во-вторых, колени от пола. Да, есть вариант, когда колени опускаем на пол, если болит спина. Мы делаем собаку мордой вверх с колен. Но это не значит, что мы на них легли и завалились. Они только немножко, частично берут на бруску. Если все нормально, то колени от пола и мы затягиваем. Подъемами стоп или пальцами ног толкаем пол. Стопа на подъеме – это предполагается более глубокий вариант. Точно так же ладонями толкаем, пол разгибая локти. Грудной клеткой тянемся вперед, стараясь вывести ее в перспективе за линию плечевых костей. Шея длинная, затылком, макушкой тянемся чуть-чуть назад, а внимание глазами вперед и вверх. Это силовая поза, силовой прогиб, баланс на ладонях и на стопах. Очень активно держим у дьяна банку, не висим на пояснице. Дыхание поднимаем в грудной отдел и подобно, как во всех прогибах, пытаемся стянуть лопатки к позвоночнику. Вот этот момент очень важен. То есть собаки мордой вниз, вверх, то есть не зависаем ни на руках, ни на пояснице. Тот вариант, когда мы делаем с колен, все то же самое. Не хватает прогиба в грудном отделе, грудную клетку мы просто подаем вперед. Но продолжаем толкать пол и стопами, и ладонями, и немножечко коленями. Живот подтянут. Постепенно мы переходим сюда и дальше по мере продвижения вот сюда. Окей. Теперь, что касается собаки мордой вниз. Это более простая форма, но и в ней допускаются ошибки. Во-первых, нужно запомнить, что собака мордой вниз это не наклон. Что расстояние между рук и ног по всех собаках такое же, как в вашей планке. Собственно, планка это тот тест, который нам помогает определить вот это самое расстояние. Оно обусловлено вашим ростом, в первую очередь. И если в планке у нас ладони под плечами, стопы на носках, то в собаке мордой вверх они остаются здесь же. И здесь же они остаются в собаке мордой вниз. И здесь, в этой асане, в адхамукхашванасане, первая наша задача – это раскрепостить позвоночник, вытянуть его. Поэтому, если вдруг ваша спина выглядит как-то так, согните ноги в коленях, встаньте на носочки, поднимитесь макушкой к полу и попробуйте все-таки развернуть ягодицы к потолку. Специально на носки вставать не надо. Мы все-таки заинтересованы в том, чтобы растянуть заднюю сторону тела, и поэтому тянем все равно пяточки к полу, на носки специально не вставим. Но если вдруг ваша спина не вытягивается, для начала можно поработать и стоя на носочках. Ладони точно так же, как и с планки. Нагрузка не только на саму ладошку, но и кончики пальцев. Пальцы пошире, средние пальцы всегда смотрят вперед. Не вот так, не вот так, не вот так, а вот так. Плечи мы вращаем наружу, разворачивая сгиб локтей вверх, а бедра наоборот как будто бы закручиваем вовнутрь. Этого не видно, но эта работа чувствуется и постоянно выполняется. То есть понятно, что мы не разворачиваем стопы пятками их наружу, стопы тоже прямо, пальцы рук прямо, но бедра внутренняя ротация, а плечи внешняя ротация. Шея длинная, подбородок слегка груди, задняя часть шеи вытянутая. И шея раскрепощена. Это не как в стойке на руках, когда мы плечами зажимаем шею. Здесь мы наоборот освобождаем, стягиваем плечи, лопатки к пояснице. Шея длинная. Вот это вот типичные ошибки, которые присутствуют при выполнении данной позы. Но в целом поза не сложная, простая, и вы ее обязательно получите, если придете даже первый раз на первый урок, на первом занятии, вы обязательно ее будете делать. И возможно даже не только на йоге. Так, ну что, едем дальше. Собак мы разобрали и переходим в положение стоя. Самая базовая асана из положения стоя поза горы под асану. Ну, казалось бы, что проще. И если вам довелось бывать на занятиях по йога и ингаре, уж там-то вы ее отработали как следует. Я обычно на ней слишком много внимания не заостряю. Но, поскольку ошибки иногда возникают, немножко о них поговорим. Начнем снизу со стоп. Необходимо, выполняя все позы стоя, начиная с позы горы, правильно распределять нагрузку на стопе. Это плюсно. Подушечка под пальцами. Это внешний свод и пятка. То есть, вот такая вот нагрузка у нас под большим пальцем подушечка, под мизинцем пятка. Или плюсный внешний свод, если это все объединить. Пальчики ног тоже старайтесь растопоривать пошире, увеличивая тем самым площадь опоры и свою устойчивость. Едем дальше. Коленки затянуты. Коленки не должны быть мягкими и подсогнутыми. Подтягиваем колени, делаем тоже такой замок коленный. Поясница. Таз подкручиваем на себя, сглаживая поясницу. Подасами вот так вот мы никогда не стоим, да, не прогибаемся. Сглаживаем поясницу, колени затянуты. Макушка вверх, плечи от ушей, кончики пальцев тянутся к полу, а макушка тянется вверх, вытягивая весь позвоночник. Вот. Мол, я на банках, да, живот, можно сказать, она в тонусе. Вот она, наша поза горы. Стабильная, монументальная и, несмотря на простоту, заставляющая работать, включаться все тело целиком. И как не надо. Ну, праздницу видно, да? Отсюда, когда мы научились уже делать устойчивую позу горы, гораздо легче осваивать одноногие балансы. Когда вы научились стоять на двух ногах уверенно, вам будет несложно стоять и на одной ноге. Но к одноногим балансам мы вернемся в следующем уроке. Сейчас я хочу поговорить с вами о наклоне вперед. У Танасана тоже поза, в которой часто возникают ошибки. У новичков. Люди делают наклон вот так. Может быть так, ну или даже так. И при этом у них очень сильно трясутся ноги от напряжения задней стороны ног. Нет, это неправильно. Настоящий наклон у Танасана, йожный наклон, наклон как Асана в йоге, это про сгибание тазобедренных суставов. Часто наклона нет не потому, что спина не дает, а потому, что ноги тугие. Поэтому мы убираем данное ограничение, убираем неразвитую растяжку. Постепенно мы ее разобьем, и у нас нормально все будет хорошо, подвижно, эластично. Но пока этого нет, мы сгибаем ноги в коленях и прижимаемся животом нижними ребрами к бедрам. Причем не сжимая живот, да, вармошкой, а вытягивая его, вытягивая берегенную сторону тела, брюшную стенку, прижимая. И наши колени ровно настолько согнуты, да, мы их настолько сгибаем, насколько это необходимо, чтобы плотно прижаться ребрами к бедрам. И дальше опускаем макушку к полу. Руки могут быть на полу, либо помогаем руками захвата задней стороны ног. И разгибаем колени, насколько можем, пока живот прижатый ребрами. Вот он, наш честный наклон. Ваш наклон может быть таким поначалу, но это более правильно. Обратите внимание, как вытянута спина, как сложились тазобедрены. Вот это вот все будет более правильно, чем вот так. Вот этот наклон ничего, кроме того, что некорректно растягивает мышцы спины, нам не дает. Поэтому смело сгибайте ноги в коленях, стоя, сидя, лежа. И, кстати, если вы делаете практику о наклонах, всегда начинайте с положения стоя. Это более безопасный вариант. Здесь нет осевой нагрузки. Здесь весь наклон происходит, ну, практически без нагрузки. и вам легче проконтролировать свои ощущения, чем когда вы уже сидите. В этом варианте, делая наклон, вес корпуса, он усиливает позу, да, мы идем немного глубже в положении сидя, и поэтому можем немножечко сильнее повредиться, да. Тут больше рисков для травмы. Поэтому всегда начинаем стоя, а потом уже разогревшись в позах стоя, можем делать подобные позы, положение сидя, лежа и так далее. О чем я еще хотела сегодня поговорить, это зажатая шея. Тоже во многих асанах замечаю у людей эту ошибку. Смотрите, специально, выполняя асаны, хатха-йоги, мы шею не напрягаем, но и не расслабляем. То есть, если мы, например, делаем наклон, который делали только что, мы пробуем раскрепостить шею, убрать плечи от ушей. То же самое в собаке мордой вниз. Об этом мы говорили, да. Шея раскрепощена, макушка вниз, а плечи лопатки тянем вверх, к пояснице, и наша шея свободна. Если мы, например, делаем позу треугольника, мы разворачиваем лицо в сторону потолка, направляя внимание на верхнюю руку, на ладошку, да. Мы не зажимаем плечами шею, и мы не смотрим вниз, и мы не расслабляем шею, давая падать в голове, вот, собственно, десна. Мы держим голову, но не напрягая шею. Это важный момент. И макушкой всегда тянемся в сторону движения, вытягивая за макушкой шею и весь остальной позвоночник. Длинная шея, независимо от глубины, в которую вы входите, в каждой конкретной асане, во всех позах. Вытянутый позвоночник, вытянутая за позвоночником шея, как часть этого нашего самого позвоночника. Ну, и напоследок, давайте поговорим про внимание. На этом будем заканчивать данный урок. Выполняя асаны хатха-йоги. Если вы работаете в зале, ну, или, например, дома у вас есть большое зеркало, старайтесь не смотреть в это зеркало. Зеркало, оно иногда нам помогает. Как сегодня мы отстраивали позу, нам легко, пока мы еще себя до конца не чувствуем, не слышим свое тело, легче посмотреть на себя, увидеть свои ошибки и их исправить. На крайний случай вы можете ставить камеру, снимать себя на камеру и по камере отмечать свои ошибки, чтобы их потом устранить. Но это не должно превращаться в самолюбование. На моих занятиях, вот я отмечаю такую тенденцию, некоторые предпочитают сесть лицом в зеркало и все занятия на себя красавицу любоваться. Это все здорово, это все классно. Хорошая, здоровая самооценка повышенная, это даже хорошо, особенно для девушек. Но все-таки не забывайте, что цель нашей практики в другом. Мы это все делаем для того, чтобы самоутвердиться как-то, да, или полюбоваться собой. Мы это делаем немножко в других целях, поэтому оставьте зеркало на другой случай, когда вы будете прихорашиваться, наводить марафет, собираться на свидание или еще куда-то. Здесь зеркало как пропс. Оно нам помогает для работы в асанах. Основное внимание мы стараемся держать в теле, на себе. Но это не значит, что мы должны закрыть глаза и уснуть. В каких-то позах можно закрыть глаза, чтобы еще глубже сосредоточиться на ощущениях. Как правило, это длительные фиксации в каких-то глубоких положениях. Обычно вот в работе с тазобедренными это актуально. В силовых вы в ряд сможете закрывать глаза, этого и не нужно делать. И в каких-то балансовых, гибкостных закрыть глаза, в балансовых закрыть глаза, это будет как дополнительное усложнение. Попробуйте сделать позу дерева или даже ту же триконасану, или вирабхадрасану, закрыв глаза. Вам будет сложнее, вы будете сильнее включаться. Вот это как дополнительный факультативный, да, такой момент. В остальных позах мы все-таки стараемся держать внимание и, как это называется на санскрите, дришки, это либо пальцы рук, или пальцы ног, или, если совсем непонятно куда смотреть, кончик носа на санскрите дришки, как в аштанзе йоге. То есть, если ты не знаешь, куда смотреть, чем смотреть по сторонам, любоваться на себя в зеркале или сравнивать себя с соседным по коврику, держи на санскрите дришки и фокусируй внимание на ощущениях. Тогда твоя практика будет максимально сконцентрированной и более полезной, более эффективной для тебя. Ну, пожалуй, на этом все. Я буду заканчивать свой спич. Я надеюсь, что много пользы я вам сегодня дала, и вы ее возьмете, согласитесь взять. Напишите, насколько вам это актуально. Смотрят ли меня новички, потому что мои комплексные практики, ну, я думаю, они достаточно сложны для новичков. Но, тем не менее, мне хочется привлекать в йогу все больше и больше народу. Поэтому такой материал, он, на мое скромное мнение, важен. Я помещу это видео в плейлист, где уже есть 4 урока для начинающих. Это базовые, стартовые йога-асаны. Вот в этом плейлисте, в этой папочке он будет в теме. Ну, или, как я вас уже просила, дайте обратную связь, насколько вам это актуально, и если это действительно полезно, мы будем разбирать работу в асанах от простых, от базовых, все более и более сложных, потому что в каждой асане есть какие-то свои нюансы, которые мы можем упустить, не заметить, а они, тем не менее, важны. Я буду делиться с вами своим опытом, своими наработками, опытом своих учеников. Ну, а вы пишите свое мнение в комментариях. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо, хорошего вам дня. Подписывайтесь, делитесь моим видео и до понедельника. В понедельник я уже записала комплексную практику, почти на полтора часа. Удет жарко. Намасте.